Ребята, всем привет! Вы как всегда на канале Семя на чемоданах. Посмотрите, где вы, друзья! Это Донбай! Но выпуск сегодняшний не про Донбай, не вот эта вот красота. Эту красоту вы можете посмотреть в нашем предыдущем видеоролике. Мы приехали на Донбай, провели здесь очень круто время. Сейчас уже спускаемся. Донбай! В общем, друзья мои, лайкосики обязательно ставьте, пишите комментарии, не переключайтесь, не перематывайте. Смотрите и наслаждайтесь новым выпуском, новыми эмоциями. Погнали! Подольск, маршрут. 20 часов, 1605 километров. Ну, поехали. Ну вот и все, горные пейзажи у нас сменились на вот такие вот дерева, дерева, дерева. Да, теперь будем ехать так. Не знаю пока, куда мы приедем, докуда мы приедем, чтобы переночевать. Но пока едем. 16-17, 23 градуса. Так вот пока еще прям летняя погода. А еще я очень сильно отвык от монотонных дорог. Вот просто что ты едешь и едешь, вот включил машину на круиз, и все, и прешь, и прешь, и прешь, и прешь. За полтора года уже просто такая выработалась привычка. Это серпантины, газ, тормоз, вот такая вот езда. И вот это вот, что мы сейчас едем, это какое-то, не знаю, так... Короче, уснуть можно. Впереди Армавир, город воинской доблести. Заедем сюда, потому что хотим заехать покушать. Вот так вот перед закатом надо подкрепиться и продолжать дальше ехать. Блин, я, конечно, вообще отвык от того, что надо так много ехать. Ужас какой-то. Представляете, мы ни разу не были во вкусные точки, вообще ни разу. Вот сейчас первый раз зашли, набрали, короче, куча-куча всего. Хочу сказать, что дешевле гораздо, чем в Турции, на Шри-Ланке, чем в Грузии, чем в Армении. Короче, дешевле, чем везде. Вот мы на 2000 набрали. Кто нас смотрит из-за границы, я вот так покажу сейчас. Сравните ценники, отпишитесь, как у вас. Да, Мирошка? Опа. Все, не ломай. Внутри ничего не изменилось, снаружи тоже поменялось только, получается, поменялось, короче, только название и все. Ну, качество еды тоже пока не знаю, сейчас попробуем. Многие говорят, что изменилось, но я говорю, мы ни разу не ели во вкусные точки, вообще. Да, Роник? Она будет, кстати, хэппи-милла с игрушками. Поэтому сейчас протестируем. Ну, не знаю, кто что говорит, а нам вкусно. Да? Вы что молчите? Вкусно? Вкусно. Мы много путешествуем, стараемся делать это не только по России, но и по другим странам. Расширять свой кругозор и узнавать мир. Так вот, самое интересное, что в путешествиях деньги – это вода. И, конечно же, очень важно в путешествиях не только тратить деньги, но и зарабатывать. А что, если я вам скажу, что, ну, реально можно тратить и зарабатывать? Например, получая кэшбэк за потраченные деньги. И в этом вам поможет, так же, как и мне помогает, дебетовая карта от банка Тинькофф. Тинькофф Black – платежная система МИР. Я очень много раз говорил о преимуществах данной карты, и сегодня я хочу вам рассказать еще раз. Ведь такая карта, друзья мои, должна быть обязательно у каждого в сумке. Тинькофф Black – это карта, которая позволяет вам зарабатывать кэшбэк рублями за все покупки, получать доход на остаток по счету и пользоваться другими выгодными условиями. Давайте теперь я вам расскажу, как работает кэшбэк. Наверняка у каждого нашего зрителя, то есть у вас есть машина, и, естественно, вы ее заправляете. Так вот, заправляя машину, например, полный бак залили, 5000 заправили, вам обратно вернется аж целых 500 рублей. И здесь очень важно, что кэшбэк приходит не какими-то там бонусами и так далее-то подобное, он приходит настоящими рублями, которые вы можете сразу тратить. А еще, пока другие банки режут лимиты на переводы в другие банки, Тинькофф увеличивает переводы через СПБ в другие банки, а также снятие наличных без комиссии даже в банкоматах других банков. А еще в приложении есть крутая штука, называется Инвесткопилка. При помощи этого инструмента можно незаметно для себя накопить солидную сумму. В общем, друзья мои, там в описании я оставлю ссылочку на оформление такой карты МИР. Обязательно переходите, оформляйте, пользуйтесь. Помните, что с Тинькоффом можно не только тратить, но и зарабатывать повышенные кэшбэки. Все подробности по ссылке в описании. К тому же оформление этой карты бесплатно и привезут туда, куда вам будет удобно. Все, наелись, вкусно и точка. Блин, реально, что вкусно, что тут скажешь. Вообще, вот считай, как они получили, появились, да, эти вкусные... Вот мы первый раз пришли, что, два года, полтора года. Короче, ладно, все, двигаемся дальше, посмотрим, докуда доедем. Как удобно, подъехал, выбрал колонку, никуда выходить не надо и включил автозапуск. Ну, красава, ай. Так, мы подъезжаем к Ростову, ну, так, да, плюс-минус он в Воронеже, появился Москва. Сейчас у нас будет первый платный участок. Чтобы вы понимали, в последний раз по платному участку ездили, по-моему, в августе того года. Вот, когда мне шлагбаум ударил по крыше, мы тогда поехали в Беларусь. И после этого я даже свой этот транспортер выкинул и сказал, идите вы в задницу. Вот. Ну, ладно, сейчас поедем, потому что побыстрее и поинтереснее так. Короче, пополнил я транспортер, нашел в машине в далеком углу эту хреновину. Вот, ну, посмотрим. Вообще, я помню по последнему разу, он на мою машину считывает не как первая категория, а как вторая. Но потом вроде как должен на баланс все это дело возвращать. Сейчас посмотрим. Первый платник 270 рублей сейчас будет стоить. Так, ну, здесь все как обычно. Выбираешь себе окошечко с транспондером с этим. И все, и проскакиваешь. Вот у нас крайнее будет окошко. Зелененькое. Так, сбавляем скорость, чтобы он опять не бабахнул мне. Так. Пик. И. А че он? Странно. Поехали назад. Вот дерьмо. Блин, конечно, вот максимально дебильная штука. Вот баланс пополнил. Ну, возможно, там какое-то время зачисление идет. Ну, короче, я подъезжаю, все, никак. Так, в итоге она говорит мне по транспордеру, скорее всего, у вас будет как вторая категория списываться. Я говорю, а потом вернуться? Он говорит, я не знаю. Я говорю, классно. Ну, ладно, посмотрим, что по итогу будет. Вот сейчас оплачивал по карте просто. Как за наличку. Я, короче, не могу, вот серьезно, вот прям угораю. Вот почему так? Сколько может это происходить? Вот сколько бы мы не ездили по М4 зимой, летом, весной, осенью, в сезон, в несезон, ночью, днем. Все равно Ростовская, блин, область всегда стоит. Вот почему так? Время уже 11-й час ночи. Какого хрена? Мы уже стоим минут 40, понимаете? И еще стоять минут 30, наверное, если не больше. Как вообще здесь такое происходит? Почему, блин? Ну, справедливости ради хочется сказать, что молодцы. И, наконец-то, сделали дорогу, которая идет вокруг Ростова. Теперь мы не заезжаем в Ростов, а просто по платничку катимся вот так вот. С хорошей, нормальной скоростью, без остановочек. Классно. Вот это классно. Вчера в пол второго мы где-то припарковались, быстро расстелились и уснули. Короче, это наша любимая стоянка, где можно ночевать. Здесь, вон, сразу есть помпончик, можно позавтракать. И открыли вот эту столовку, ложка, что-то ложка там за маму, за папу. Вон парни начинают, да-да-да, давайте вылазьте. Сейчас будем готовить кофеечек, завтракать. Возможно, в помпончике купим, как он называется, сырников. Ну, сейчас посмотрим и отправимся дальше. Кстати, эту стояночку я отмечу в нашем телеграм-канале, чтобы также, если вы едете, могли остановиться, потому что она чуть в отдалении от трассы. Здесь очень-очень спокойно. Мы решили не завтракать в машине, потому что я там только убрался, и там иначе будет опять не очень. Вот, поэтому взяли вот так вот, прямо в помпончик сели и кушаем кашка, сырники, все дела. Единственное, что мы в машине приготовили наш любимый кофеек. Все, завтракаем и отправляемся в путь, да? Да, уже к бабушке. Ага, вон, пока мы завтракали здесь, вон, машин прибавилось. Ладно, мы отправляемся дальше. Ну, друзья мои, серьезно, кто напишет мне в комментариях, почему всегда на М4 ремонт дороги? Он всегда, вот я уже чуть ранее говорил, вот в любом году, в любой сезон, всегда они ремонтируют нахрен эту дорогу. Че можно здесь ремонтировать? Ёпа-расоте, мы столько километров проехали по другим странам, я нигде такого, блядь, не видел. Почему ее постоянно перекапывают? Вот она бесплатная, вот она платная, мы мучим по платнику, это сэкономит время. Самое важное, Ростовскую область мы проехали, это уже хорошо. Видите, там какой поток машин, там 90, у нас можно ехать 110, красота. В выходные дни платник стоит почти в два раза дороже. И что касается моей машины, мне вернулась на баланс денежка за то, что потом по транспондеру считывает ее неправильно, как второй класс. Вот у меня сейчас разница вернулась. Ну и будет возвращаться после каждого шлой к вам. Все, Мироша! Да что ты! Это мы сейчас заехали, крайний раз заправляемся. Здесь на 1 рубль подешевле, на Роснефти, Воронежская область. Этого нам должно полностью хватить. Вот этот участок в новой Усмане, объезд точнее, самый мой любимый, потому что здесь нормальный платник, можно ехать 130 официально. Плюс 20, итого 150. И если машина могет, то время приезда еще больше сокращается. Воронеже какая-то проблема, представляете, все корячатся. У большинства людей вообще не срабатывает этого дерьмо. Вот штук, наверное, 10 машин, мы тоже в каждый пункт пролазим. И в итоге никак не считывается, прикиньте. На М4 есть куча карманов, где можно отдохнуть, чаек попить. Вот это и делаем. Сейчас мы быстро перекусываем. Здесь уже чаек догревается. Мы прям в две плитки. Все очень-очень быстро. В машине падаем, едим. Да, Мирошка, вон, мяско, бутербродики. Да. И двигаемся дальше. А дальше нас ждет просто невероятный ужин, поэтому мы плотно не кушаем, потому что мамулька там вообще столько вкусноты наготовила, что мы едем, она фотки присылает. Я говорю, остановись. Еще лобач помыл, вообще невозможно. Здесь, я не знаю, такие огромные какие-то жуки бьются. Просто жесть. Что-то нигде такого не было, сколько ездим. Ну, короче, следующая остановка у нас все, Подольск. Не знаю, что происходит с этими транспондерами. Вот нахури чувак тоже никак не может вообще. И проходит именно специально через кэш, чтобы если что, кэшем заплатить. 400 рублей, блин, платник стоит этот вообще. И мы попадаем в Московскую область. Здесь все прям чуток осталось. Вот почему мы решили приехать. Вот он, родной кружок, родной городок. Вот сделали такую эту, вывеску. Подольск. Вон, светится даже. Да, все, сейчас, короче, будем встречаться. Привет, наши подольские зрители. Передаем вам привет. Блин, я не успел снять. Вот это там, короче, эмоции были. Нас увидели, как мы параковались. Ой. Ой. Мироша, иди, шкри, шкри, это бабочка. Иди, Мироша, иди. Дедушка. Маленькая кедра. Короче, у нас темно. Мироша такой, как хозяин, залетел. Тут пес. Ой, ой, защищай свои коромы, давай. Ой. Ой, и все, и телик сразу врубили. Вы что, ну-ка? Он включен, мне надо переоденка, вы все еще мало брать. Ага. Да, засасать там, сюда. Мои потом берите на место. Нет, и все, привет, вот, дождалась. Так, ну-ка, здоровайтесь, Ольга Ивановна, быстренько все дружи. Я заплаканная, сынок. Такой, вау, Мирон такой в бабушке попал, вау, все есть. Папа, смотрите. И что, какой мотор, ну что нахрена-то? Так, улан-удэнский? Улан-удэнский. Или здесь, в Кленово, нормально? Слушай, здесь шишку, они уже, это. А, они уже раскрываются. Ну, конечно. А кто привез? Это прислали, улан-удэн. А, это кедровый орех, кто не знал. Завязывай. Вот тут вот этот. Орешки кедровые. Орешки кедровые. Вон, надеюсь. Ну, потом пощелкаете. Так, смотрите, короче, еще подарки с Байкала. Прикиньте, это шоколад. А вот это вот, это шокобузы. Это вот то, что мы сейчас будем кушать. Позы, бузы, бурятские. Только вот шоколадные, белые и черные. Да, они такие, а смотри, а это вот Байкал. А это типа такая поздница, да? Да, 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 это поздница. Делано в Бурятии. Ждите нас, ребята, скоро к вам приедем. Да! А, ну да, да, да. Вас ждало сколько? Прикольно. Сколько времени лежит уже? Год? Ну, нет, не год. Чуть меньше. Ну, ладно. Спасибо. На холодильнике мамульки висит открытка. Мы отправляли со шоколадки и не только вами, еще нашим трем зрителям. Если вы смотрите этот выпуск голодными, то снова сорян. Вот такие вот бурятские позы. Оливешечка и селедочка под шубочкой. Это дело в том, что мы пропустили Новый год совместный. Поэтому сейчас будем догонять. О, амульки вот еще распустились все цветочки. Я, кстати, когда зашел, говорю, нифига у тебя здесь красота случилась. Вот. Да. Так. Нежадничный накладка побольше. Так, есть этот человек, а. Кушай, кушай, давай, давай. Нам-нямкой. Кутный майонет. Не, не, кушай. Обалденный. Покажи, кушай, покажи, как ты позы кушаешь. Покажи. Второй, ребят, у меня бабушка сделала две таких вот позы, в которых было гречка и рис. За рис я получаю от 1000 рублей, за гречку 2000 рублей. И мне попалась гречка. Это будет 1000, а Роди говорит, ну я хочу 2000. Приехал ко мне крестный в гости на новой машине. Китайский танк. Смотрите, да? Вообще. Просто огромнейший пошел планшет. Вот моя рука. Офигеть. Да. Вот новый автопром. Салон. Да. А, вот тоже, кстати. Это планшет. Это еще все в пленочках. Да. Блин, так классно. Убедитесь, что ключ внутри. Попочка, массаж даже есть. Массаж, короче, здесь еще полный фарш. Это типа Lexus, типа Kruzak. Прикольно. Галилек, 7 мест, да? 7 мест. Нет. Нет? 5. Да. Это не работает у тебя? Там нет. А, слушай, он не лопатой открывается, как в Прадике тебе. Нет, классно, классно открывается. Ага. А здесь вот столик, как у Прадика. Да, здесь, короче, полностью управление. Понятное дело, панорамная крыша. Сзади здесь управление климатом. Четыре зоны, кожа, рожа. Ну да, неплохо. Ну, поехали. Трехзонный? Да. Так, запуск. Афигеть, что? В виде танка? Ага. Вообще просто вас приветствует. Офигеть, как классно. Да. А что он двигается-то сюда? Настраивается? А, если открываешь дверь, он отвлекает, чтобы тебе легче выходить. А теперь нагас нельзя назовыть, да? Отменен. Ну-ка. Посмотри. Ну, слушай, очень... Вот здесь вот 360 как раз. А вы поедете сейчас? Да. Ну. Вот смотри, вот здесь как раз настраиваются видвижные пороги. А, вот. Ага. Слушай, очень хорошо работает планшет. Данька всю тачку выучил. Да, я уже посмотрел столько всего. Ну, конечно. Ну, конечно, в первый день нам нужно сразу же купить обувь. Вон настенка с мамылькой пошли. Вон настенка с мамылькой пошли. Такая прям... Да, не знаю, насколько она схватит. Но посмотрим. Идут. 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 Набрали. Так, пойду встречу. Заехали мы, короче, еще сейчас в гараж. Взять детям игрушки. Остаток Лего. Я еще вам покажу. Короче, у нас был случай. Я вот ссылку там оставлю. У нас был случай, когда мы переезжали с Краснодара. Накопили огромное количество, ну, бытовых всяких вещей. Там посуда, кофемашина, пылесос. Ну, короче, все как обычно, да, как у людей. В итоге отправили все вещи, когда мы переезжали в Геленджик, сюда вот в Москву отправили. Машина не доехала. Попала в ДТП и уничтожила просто нам все. И, короче, хлам привезла весь сюда. У меня вот отец с мамой принимали. Короче, это жесть. И вот сколько уже прошло? Почти два года. И вот все равно мусор лежит, потому что там и судебные штуки должны были идти, и еще что-то там. Часть какую-то нам вернули, ну, там, посчитанные копейки. И в итоге там чувак вообще куда-то пропал. Короче, сейчас вот берем детям игрухи. Сейчас покажу. Это ящик с мелким лего. Мелкого лего было вот так вот. Представляете, вот этот огромный ящик, да, было вот так. Сейчас вот все, что осталось. Это дупло. Здесь еще какие-то игрушки, ковры. Короче, взяли, чтобы что-то перебрать. Дупло было полностью так с горбом. В итоге его сейчас где-то только вот так. Ну, прикиньте, да, какие убытки там. Одного лего было тысяч на 300, наверное, если не больше. Вон, всякие новые машины. Это новые они прям, короче. Да, вон игрушки. Сейчас дети, короче, будут вообще рады. Это видите, я еще ничего не разбирал даже. Немножко покажу вам, да. Это вот. Вот у нас был классный пылесос. В итоге все ему ханэ. Вот это вот. Машины, которые тоже такие трансформеры. Официальные, понимаете, ландроверы, которые стоили кучу денег. Просто вон, все, блядь, уничтожено. Всякие, ну, понятно, посуда, стрюля. Все это деньги, деньги, деньги. В итоге все, блин, в помойку. Вот танк я Темке покупал еще в 15-м году за 15 тысяч. Это просто лютая игрушка для взрослых. Вон, видите, все. Жесть. Кофемашины наши. Кирдыкс, вон, все разломано. Только выжималки. Короче, все, все, куча денег просто нахрен уничтожено. Вон, целая огромная коробка дерьма. А еще обидно, вон мой компьютер. Макинтош. Очень мощная пушка была. Просто игровой. В итоге, вот, представляете, все, что осталось. Вот в таком состоянии его привезли. Просто жесть. Это я сейчас вам подснял к тому, что вот там многие пишут. Вот, надо иметь там дом, обязательно свой быт. Возможно, это и надо. Но очень важно, очень важно не зацикливаться на вещах, потому что они сегодня есть, а завтра их нет. И мы как бы этот момент все так очень просто пережили. Ну, типа, ну ладно, обнулились, обнулились, еще заработаем, еще купим. Это очень важно, потому что вот в такой ситуации можно в такую депрессию залететь, что, типа, с ума можно сойти. Поэтому это как бы моя рекомендация. Относитесь к вещам максимально просто. Потому что это все купится, а вот эмоции и здоровье уже не купится. Лайфхак. Дали все бассейны здесь. А где Мироша? Не мерили. Ты в Балбове никого не купил? Вау, привет. Учебы у них только нету. Довольны. Мироша? Мироша? А где Мироша? 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 Иди скорее, посмотри, сколько там всего. Посмотри, сколько игрушек. Оставь эту штуку здесь. Мироша? Иди скорее, беги. Давай, смотри, сколько игрушек. Давай, смотри. Наш приезд мы решили. Не пищи. Тебе, тебе отмечать долгожданными роллами из любимого заведения здесь в Подольске. Вон, короче, сколько всего. Да. Да, это всегда заказывают, когда вот эти две женщины объединяются, они всегда затариваются роллами. Вот так вот. Все, друзья мои, на этой прекрасной ноте буду завершать данный видеоролик. Приехали, встретились, отмечаем, теперь нужно отдохнуть какое-то время, чтобы вообще, ну, короче, прям перезагрузиться, перестроиться. Все-таки срок отсутствия достаточно большой. И сейчас абсолютно все, абсолютно все непривычно. Куча, куча дел накопилось. Нужно все эти вопросы решать. Ну, и дальше думать следующими путешествиями. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Дальше будет еще интересней. Ставьте лайкосики, комментарии пишите. И увидимся в новом выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok